Оглушительным провалом правящих социалистов называют во Франции результаты муниципальных выборов. И прежде всего это касается экономической политики кабинета Франсуа Оландо. Приговорен к переменам, гласит передовица Парижской газеты, как бы напоминая о том, что два года назад Оланд пришел к власти под лозунгом «Перемен», «Роста экономики и занятости» и «Сокращение бюджетного дефицита». Но в прошлом году дефицит бюджета второй экономики еврозоны составил 4,3% ВВП, до обещанных еврокомиссии 3% Франции еще далеко. Госдолг 93,5%, а безработица почти 10%. При этом рост экономики слаб, 0,3% ВВП. Зато рецессии Франция избежала. Серьезных реформ рынка труда на горизонте больше не видно, говорит аналитик немецкого Беренбергбанка. Очевидно, что Олан делает недостаточно, чтобы Франция сбросила все эти оковы. Но мы также не ожидаем того, что Франция войдет в состояние экономического спада или финансового кризиса. Но даже если худшее для Франции позади, структурные проблемы остаются нерешенными. Одна из них – рынок труда. Из-за высокой социальной нагрузки на работодателя Франция – один из чемпионов Европы по стоимости рабочей силы. За последние 13 лет этот показатель вырос на 46%, тогда как в соседней Германии, например, на 24%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова